Что такое вообще интроверсия? Это хорошее такое слово для обозначения всего, чего угодно. Вы можете быть в различных ситуациях, вести себя по-разному. Значит, вот представим, что вы человек такой очень яркий, очень эмоциональный. Ну вот вы оказываетесь в ситуации сложной для себя, вы не знаете, как вам себя вести. И вы начинаете, что называется, фильтровать свое поведение, да? Вы начинаете огромную часть удерживать. И мы увидим вот такую часть вашего поведения, а вот такая часть вашего поведения будет спрятана от окружающих. И вы проводите, по сути дела, намеренную интроверсию, потому что вы не знаете, что показывать, вы боитесь что-то показывать и так далее. Сама эта классификация, она некорректная. Значит, если мы хотим классифицировать людей, я все-таки предлагаю пользоваться структурой разделения людей на типы, которые я предложил в Троице, потому что она имеет четкое нейрофизиологическое обоснование. Это нейрофизиологические комплексы, которые обуславливают ведущую роль того или иной зоны мозга. У нас есть конструкторы или шизоиды, люди, у которых в большей степени развита вторая сигнальная система. Это логическое мышление, это структурное мышление, это причинно-следственная связь, это видение закономерности и так далее. И это вот такой темп, который внешне может казаться вам интровертным, потому что человеку кажется, может быть, холодным, может быть, он кажется слишком рациональным, да, и вы скажете, о, интроверт, интроверт. На самом деле он не интроверт, он просто так думает и думает вполне себе, может думать вполне себе экстраверсивно. Дальше у нас еще два типа, да, это невротик или центрист, это человек, который во всем хочет увидеть суть, хочет, вот, как бы, создать всякие социальные отношения, комфортные там и так далее, вот. Но он тоже может быть и очень экстраверсивен, если он чувствует вокруг себя хорошую дружескую атмосферу. Это очень комфортные люди, если они чувствуют себя в команде. Если они чувствуют, что группа, в которой они находятся, напряжена, она не объединена никакими общими целями, вы подумаете, что такой человек интроверт, что, в общем, не так. Просто среда не позволяет ему сообщить о себе. И третий тип, это истероидный такой радикал, да, или рефлекторы, как мы их называем, если оцениваем их мышление. Вот, это люди, для которых подкорка является, как бы, так сказать, ведущей зоной, и они очень чувствительные, они очень реактивные, они взрываются на все. Является ли это проявлением экстраверсии? И формально вы скажете, что такой человек, конечно, экстраверсивен. Но в действительности эти реакции, если вы потом с этим человеком поговорите, имеют под собой огромное количество всяких разных переживаний, опытов, состояния, ожиданий. Поэтому я все-таки предлагаю пользоваться теми классификациями, которые имеют научное обоснование и какие-то нейрофизиологические корреляты. Вот, если вы пользуетесь просто такими примитивными схемами, вот, просто красивыми словами, вовне, внутрь. Ну, вовне, ну, как бы, вообще все происходит вовне и вовнутрь. Ну, как бы, даже пищеварение, понимаете? Ну, что мы из этого, какую-то теорию с вами выведем, было бы смешно.